Роман с контрабасом. Вот я читаю первые два слова и обращаюсь к детям. Вы думаете, это будет грустный рассказ или веселый? Во-первых, мы думаем в словах. Музыкант Смычков. Веселый. Конечно. А почему веселый? Почему он не серьезный? А как бы написал человека, чтобы он был серьезным? Чтобы он придумал? Ну, какую фамилию? Придумайте музыканту другую фамилию. Какое-нибудь слово любить. Ну, любую. Музыкант Сидорчук. Но когда музыкант Смычков, то все настраиваются на все, ну ладно. Потому что не бывает такого совпадения, что музыкант Смычков. Это значит явно уже пародия, уже шутка. Читаем дальше. Музыкант Смычков шел из города на дачу князя Бибулова. Вы когда-нибудь слышали такую князь? Это типичная такая уже простонародная фамилия. Бибулова. Ну, ни один князь такой фамилии. Я вообще никогда ни Герба не буду иметь ничего. Ну, Вязевские, понимаете. Ну, Шаховские. Ну, как же. Герчакова, то Бибулова, то что-то совсем никуда не годится. Смычков шел к Бибулу. Герчакова, где по случаю сковора, сковор, значит, увенчание, договорились с вами, да. «Имел быть вечер с музыкой и танцами». Тут уже сколько всего. «Имел быть». Ну, сковор-то был устный. Откуда канцеляризм? Это еще и в кавычках. Чехового закавычка. «Имел быть». Теперь читаем всю фразу. Музыкант Смычков шел из города на дачу князя Бибулова, где по случаю сковора имел быть... Здорово, да? По-русски. «Имел быть вечер с музыкой и танцами. На спине его, пропускаю слово, огромный контрапасс». Что делал контрапасс? На спине его... Волгался, висел. Нет, это был бы не тех, влежал, да, покоился. Огромный контрапасс в кожаном бутляре. А зачем писать огромный контрапасс? Все же понятно, что контрапасс не маленький. Скрипка была маленькая. Смотрите, он шел с маленьким мальтом и с небольшой вилочей. Огромный контрапасс. Ладно, этот нам допускаем. Шел Смычков по берегу реки, внимание, кативший свои прохладные воды, хотя невеличественно. Кто? Гоголь, конечно, породина Гоголя. Величественно катит свои воды Днепр. Хотя невеличественно, зато весьма поэтично. Гениально. Тут уже столько всего, вот, я прочел, вот. А как мы читаем сейчас? Дальше? Дальше лучше, дальше будет ужас вообще. Не выкупацали, подумал он. Не долго думая, он разделся и... Ну-ка, давайте писать дальше. Не выкупацали, не долго думая, он разделся и вот, что он сделал? Давайте гадать. Прыгнул. Прыгнул. Нырнул. Прыгнул. Осторожно зашел, зашел. А теперь слушайте. Это очень интересно, да? Писать с одним, да? А потом видишь, чем Чехов отличается от всех нас. Я в том числе. Я сам себе так язык. Давай, говорю, читайте мне разные рассказы. Очень трудно попадание. Значит, слушайте, что он сделал. Недолго думая, он разделся и погрузил свое тело в ортиланды и струк. Начинается новая с черта пародии. То есть уже, понимаете, это же высокий стиль. Погрузил. Ну, не отдыхнулся, не прыгнулся, не гипнулся, не прыгнул, не вступил, а погрузил свое тело в прохладные струи. Дальше будет совсем ужасно. А дальше вдруг неожиданно вот что начинается. Вечер был великолепный. Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающих. Мы смеемся, Рассоченко, вот уже все здесь есть. Знаете, тут же поэтическая душа Смычкова. Это же такой тройной удар, а? Поэтическая душа Смычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающих. Дальше хуже. Но какое сладкое чувство охватило его души, когда, отплыв, шагов на сто в сторону, отплыв шагов на сто. Этот Смычков пародирует сочинение того времени. Он жутко любил вытаскивать сочинение. Знаете, отплыть сто шагов это надо только мельче. Пухитриться. Он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу. Он притаил дыхание. Он притаил дыхание и замер от наплыва разнородных чувств. Сейчас будет пародия на русский роман. Я поумеваю, что звук пресный. Слушайте, что это будет. Какие же разнородные чувства? Воспоминания детства. Тоска о минувшем, проснувшаяся любовь. Вот увидал девушку. Вот все. И воспоминания детства, и проснувшаяся любовь. Вот что случилось с музыкантом Смычковым. Боже! А ведь он думал, что он уже не в состоянии. После того, сейчас будет самое гениальное, что есть вообще в этом рассказе. Слушайте, очень внимательно. Всю фразу. После того, как он потерял веру в человечество, значит, почему он потерял веру в человечество? В скобках написано почему. Его горячо любимая жена бежала с его другом Фаготом Собакиной. Почему же музыкант Смычков потерял веру в человечество? Ну, потерять веру в человечество это серьезно, да? Но потому и потому только, что его горячо любимая жена сбежала. А потому что она сбежала с Фаготом Собакиной. А почему Фагот, а не Фаготист? Ведь тогда нужно было писать не Контрабасист Смычков, а Контрабас Смычков. А Собакина вдруг называют Фаготом. Опять алюзия. На что, милая? Кто у нас хрипун, удавленник Фагот? Скалозуб? Скалозуб, конечно. Да, конечно. Да, конечно. И Фагот, ну, потом Волгаренко. Традиции Фаготы, это очень долгие традиции. Вот представьте себе, у Прокофьева, помните, дедушка, это единственный герой, который все время ругается. Вот там, помните, папа сказал, места опасные, Петя сказал, Петя и Волк, да? Если из лесу придет Волк, то тогда, помните, его держат. Фагот. И так жена сбежала от поэтичнейшего Смечкова с Фаготом Собакиным. Вот где потеряешь веру в человечество, веру в любовь и во все лучшие чувства. И так читаю всю фразу. После того, как он потерял веру в человечество, его горячо любимая жена бежала с его другом Фаготом Собакиным, грудь его наполнилась чувством пустоты, и он стал мизантропом. Мизантроп это человек, который ненавидит все человечество. Представляете, жена горячо любимая сбежала с Фаготом Собакиным, а после этого, как реакция, Смечков стал мизантропом. Он возненавидел все человечество. Может быть, он собирался прыгнуть в воду, чтобы утонуть, может быть, тактику грузится. Но поскольку появилась девушка, которая лудила рыбу, то он раздумал, и вместо этого пришли воспоминания детства и вальса звук и рест. И вот, знаете, как рассуждал этот самый наш Смечков, что такое жизнь? Не раз задавал он себе вопрос. Для чего мы живем? И вот сейчас он будет колоссальней шитьфословской идеей. Жизнь есть миф, мечта, чрево вещаний. Ну, жизнь как миф, ладно, это мы знаем, тогда только об этом писали. Мифология, мифотворчество, мифологическое мышление, мечта, ладно, лучшие его вещания тут вообще ни при чем. Ну, ладно, значит, вот так он потерял веру в человечество. Но стоя перед спящей красавицей, нетрудно было заметить, что она спала. А люди, красавица спящая, Смечков, потерявший веру в человечество, становится принцем. Ну, как, может, теперь нужно расколдовать спящую красавицу? Ну, а как же? Посмотрим, стал ли он принцем. Но что это и спящая красавица, и нетрудно было заметить, что она спала. То есть, ну, зачем же это? Ну, если ты спящая, нетрудно заметить, что она спала? Нетрудно. Спала. Он вдруг, вопреки своей воле, почувствовал в груди нечто, похожее на любовь. Долго стоял он перед ней, а дальше черва в полную силу. Какая пояса, слушайте, пожирая ее глазами. А вы начинали только, вот, знаете, какое наслаждение. Дома, вы говорите, там какие-то проблемы, какие-то политические, там что-то, нефти не осталось почти. Да, нет, там проблемы. Недорогу не построили, даже паспорт. Пока. Так вот, дальше, значит, идем, ну, 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 да, так, пожирая ее глазами. Но довольно подумал он, испустив глубокий сток, прощай чудесные деньги. Напомню чудное вдохновение, передо мной листы, вот перед ними велосипящие красавицы, сразу аллюзии вам, из Пушкина, из Клинкинским романсом, и воспоминания любви, и детства, и все прочее, у человека-ненавистника, у мизантропа, потому что, она сбежала с Собакиным, у Смечкова жизнь кончилась, и началась философия. Но довольно подумал он, испустив глубокий сток, прощай чудное видение, мне уже пора идти на бал, его сиять и стук. Кстати, здесь тоже пародия на определенные стили, рождающиеся в России, такого декадентского стиля, мне уже пора идти на бал, его сиять и стук. Далее, сейчас закончим чтение этого. И еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея. Надо оставить ей о себе память. И подумал он, прицеплю ей что-нибудь к удочке. Слышите, что делается? Вот человек и ненавистный, крестиватель, только что заговорил о вашем голосовке, и наконец остается память. Что же стать, прицепить спящей красавице, что-нибудь к удочке, без того, чтобы обещаться в царство, разрушить чары. Все. Сейчас вы посмотрите, будет ли он все-таки принцем, раз уж спящей красавице появился. Целый образ, целая галерея, линия пошла. Так, это будет сюрпризом от неизвестного. Смычков тихо подплыл к берегу, нарвал большой букет полевых и водяных цветов и, связав его стебельком лебеды, прицепил к удочке. Букет пошел ко дну и увлек за собой красивый поплавок. А вот теперь, смотрите, станет ли Смычков перед спящей красавице принцем, который я раскладываю. Благоразумие, законы природы и социальное положение моего героя требует, чтобы роман кончился на этом самом месте и стал днцем. То есть, социальное положение таково, что надо закончить роман. Дальше некуда. Ну что, прицепил уже. Все, к удочке. И поплавок красивый, красивый пошел вниз. Но, увы, не пришел к концу роман. Увы, судьба автора неумолима. По независящим от автора авторитетам роман не кончился букетом. Слушайте, здесь я вам скажу, Чехов вообще, вы знаете, в России тогда очень развилась фентированная ледня, и все писали о том, что гений не управляет своими движениями. О том, что все развивается независимо. И тогда были очень популярны идеи о том, что Флобер, у которого Бавария отравилась, к нему вызвали врачей, и врачи обнаружили все признаки отравления мышьяком. Флобер, который написал, что Бавария приняла мышья. Тогда уже говорили о знаменитых идеях, когда Толстой вышел к ужину, мрачный, как сто чертей, страшный, вообще весь темный. Софья Андреевна, всегда, что с тобой, Левушка? А Толстой говорит, представляешь, какой ужас, только что скончался Болконский. Я от него этого никак не ожидал. Тогда об этом все писали и говорили, а потом дальше, Войне и мире тоже, когда он писал, вообще Софья Андреевна нужно памятники поставить еще больше, чем Толстому. Она же сколько раз переписывала военный мир, а другие. Шесть, но возьмите военный мир лишний раз, да? Подруги, один раз надо переписать, один. Жизнь же кончилась, все. Так вот, представляете себе, тогда же Толстой, опять же, вдруг неожиданно выходит радостно и говорит, вы знаете, что сегодня ночью Наташа Родова стол сделала, да? Я же, что вы замуж за кого вы думали? Я же что рассчитывал? За первым Безуховым. Что ужасно? Я ничего не понимаю. Что они выкновляют? И вот Чехов, Чехов здесь, поэтому пишет замечательнейшую маленькое литературическое эссе. Он, значит, говорит, благоразумие, законы природы и социальное положение моего героя, слышите, конечно, в сторону реализма, благоразумие, законы природы и социальное положение героя. Требуют, чтобы Роман кончился на этом самом месте, но, увы, судьба автора неумолима. То есть он ничего не может сделать, как и Толстой, как и Флабер, он будет отправлен. По независящим от автора обстоятельствам Роман не кончился букетом. Вопреки здравому смыслуги природе вещей, в лукре ЦК о природе вещей, ох, это все надо читать, чтобы понять, что он вы видите, надо читать сейчас, я должен сделать еще один урок о природе вещей Кара, искать, какую роль природа вещей играет в рассказе под названием Роман с контрабасом. Бедный и незнатный контрабасист вопреки здравому смысле должен был сыграть в жизни знатной и богатой красавицы важную роль. Подплыв к берегу, Смычков был поражен, он не увидал своей одежды, ее украли. Неизвестные злодеи, пока он любовался красавиц, утащили все, кроме двух вещей, контрабаса и сейчас будет вообще полный пляж. Вот все украли, оставили две вещи, контрабас, хотя в принципе значит это не злодеи, не горы, все что стоит, больше всего контрабас, они вот рванем, они оставили контрабас и цилиндр. Это не злодеи, это юмористы, представляете, оставить контрабас, чтобы выкрал, и цилиндр, а все остальное полностью голое. Вот зрелище. Проклятие востребнув Смычков, о, люди порождение ехидных. Понял, в чем дело, что не воры, а негодяи, которые решили уничтожить его. Не стой, сейчас будет самая гениальная фраза, да, я в разницу закончу, я не буду рассказывать, пока. Не столько возмущает меня лишение одежды, ибо одежда тлена. Понимаете, почему его не нуждает? Потому что одежда и сниматься так на человека в одном попилочном, мы не такие уж полные совсем идиоты, но, знаете, нам хоть немножко в этой жизни, когда, вот включить тот дом, опять повторяюсь, первого урока, телевизор, вот это будет вот этого уровня речи. По телевизору, да, а как же, по какому еще, в предпешкове. в детском саде. Ну, есть хорошая школа, есть хорошие учителя, они изо всех сил сражаются, поэтому все равно победили. Просто учитель все время под диктовкой сверху вот так делает. Попробуй, шаг вправо, шаг вправо, расстрел. Прыжок на месте, промокация. Так, не столько возмущает меня решение одежды, ибо одежда тленно, сколько мыслит, что мне придется идти на кишон, тем приступить против общественной нравственности. Слушайте, каждое предложение наполнено таким и философия, и пародия, и сатира, и гротеск, и сарказм. В каждом предложении он сел на фунтляр с контрабасом и стал искать выхода из своего ужасного положения. Потому что, понимаете, он сел, представляете, сел на фунтляр, и у него же цилиндры, цилиндры, чтобы думать, чтобы не потерять свою связь с происхождением. И вот, знаете, слушайте, как он думает, это вообще гениально. субъект и предикат, вы знаете, из философии, почему нельзя делать то, потому что, если он сделает то, то будет следующее. Как он рассуждает? Не идти же голым князю Бибулу, именно князю не идти же голым. Знаете, на кого это породит? Это совершенно замечательный эпизод из Гоголя, когда майор Ковалев остался без носа, он же говорит, что он не может идти теперь к майорше. Как он без носа? А там же штатская советница к ней приходит тоже, там и дамы все к ней бывают, без носа же невозможно. И он говорит, страшные вещи на эти герой носа, ужасные вещи, на это уже мало чтобы обращать внимание. В какой-нибудь торговке очищенными апельсинами на Кузнецком мосту, говорит Гогольевский, говорит, можно сидеть без носа. Вы слышите, что он желает всему человечеству? Торгует очищенными апельсинами без носа, это для старшеклассников только. Очищенными. Это же все, весь Петербург. Вся Москва будет заражена. Без носа торгует очищенными апельсинами. Ей можно, он говорит, а мне нельзя, потому что там штатская советница будет. И вот он, значит, думает, не идти же голод князю Бибулу. То есть вообще, в принципе, голод можно идти, а вот князю нельзя. Там будут дамы. Вот еще, да и к тому же, воры вместе с брюками украли и находившиеся в них канифоль. Это сколько проблем сразу. Голый, Бибулов князь, там будут дамы, да еще и канифоль украли, значит, играть нельзя. Если даже он голым и придет, к тому же, играть все равно не сможет, потому что так и не болит смычок контрабаса. Вот в чем дело. Вот проблема. Это ужас. Он долго думал, мучительно, до боли в висках. Ну-ка, на кого породи, на какого великого русского писателя? До боли в висках. Кто у нас думал так? Герои Достоевского, конечно, долго и мучительно. До боли в висках. Они все время герой Достоевского потирают виски, потому что так ужасно. Выхода нет. Нет выхода. Ба! Вспомнил он, наконец, недалеко от берега в кустарнике есть мостик. Пока настанет темнота, я могу просидеть под этим мостиком, а вечером в потемках проберусь до первой избы. Субтитры подогнал «Симон»!